Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Нить Ариадны. Пора студенчества остается в нашей памяти, как самое светлое и наполненное время жизни. Время активное, богатое общениями и событиями. И поэтому мало кто помнит, что первый год студенчества, и особенно первый семестр, был довольно напряженным и стрессовым, и требующим от недавнего школьника тех качеств, которых раньше к нему жизнь не предъявляла. Как показывает практика, период адаптации студента к ВУЗу довольно сложный процесс, сложный не только для самого студента, но и для его родных, близких, для членов его семьи. Как следствие этих трудностей, возникновение психологических проблем. Тема нашей сегодняшней передачи – психологическая адаптация студентов в ВУЗе. По результатам исследований, для большинства первокурсников адаптация в ВУЗе – процесс весьма сложный, а иногда и болезненный. Переход к новой роли, смена привычной школьной обстановки на незнакомую ВУЗовскую требует времени для привыкания, даже если в стенах ВУЗа молодых людей встречают дружелюбие и участие со стороны преподавателей и сотрудников. Это связано с тем, что жизнь студента начинает строиться по иным нормам и правилам. Возрастает чувство ответственности за то, как сложится дальнейшая судьба. Кто-то сильно переживает отрыв от родного дома. Не стоит забывать и о том, что вступительные экзамены и поступление в ВУЗ тоже являются причиной стрессового состояния. Учебный процесс в ВУЗе предъявляет высокие требования к умственной работоспособности первокурсников. Эта способность должна быть устойчивой, ведь учебное время у студента длится 8-9 академических часов в день. Для адаптации к таким условиям необходима серьезная перестройка физиологического и психологического состояния организма. Привыкание проходит не только на первом курсе, а продолжается и на втором. И только к третьему курсу студенты вполне осваиваются. Особенно сложно и трудно процесс приспособления организма протекает у вчерашних школьников, нынешних первокурсников. Начальный период учебы в ВУЗе у них связан с переменами, ломкой прежних стереотипов, стрессовыми ситуациями, высокой тревожностью и внутренним напряжением. У ряда студентов это приводит к определенным трудностям, когда, например, реальное чувство взрослости подменяется такими действиями, как свобода посещения занятий или вовсе нежелание посещать учебные заведения. Проявление внешних форм реализации своего «я» через курение, слишком свободные, а иногда и вызывающие формы общения. И подобных проблем немало. Таким образом, объективные сложности в период вхождения личности в ритм жизни высшего учебного заведения говорят о том, что психологической адаптации студента в ВУЗе должно уделяться вниманию, сравнимой, например, с вниманием к адаптации первоклассника к школе. Ведь вызовы начала студенческой жизни не менее серьезны, а выработка способов преодоления возникших трудностей не менее судьбоносна. Как же проходит процесс адаптации студента к ВУЗу? С какими проблемами сталкиваются студенты и как научиться правильно и грамотно решать эти вопросы? Об этом мы поговорим сегодня в нашей передаче. И разобраться в этом вопросе нам сегодня поможет наша гостья, кандидат психологических наук, психотерапевт и специалист по психологической адаптации студентов Наталья Берток. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья Берток. И в чем ее важность? Вы знаете, если мы заглянем в любой вуз и посмотрим на то, что под собой представляют новоявленные первокурсники, то, пожалуй, сразу станет видно, что они не очень в своей тарелке. Первый месяц в институте, безусловно, они плохо ориентируются, они выглядят растерянными, они не знают вообще говоря, куда бежать вперед, а куда потом. Они от одиночества, от того, что нет рядом вот этих привычных школьных лиц, привычных школьных помещений, они кучкуются совершенно случайным образом, как бы цепляясь друг к другу, стоя друг около друга. Это разговоры ни о чем, это еще никакие не дружбы, это просто от одиночества, растерянности и страха происходит. Это такая излишняя веселость, это излишняя тревожность, скажем так. К тем снимается излишняя тревожность, которая, безусловно, есть у новоявленного первокурсника всегда. Это потом начнутся первые знакомства по интересам, обживание территории, они начнут понимать, где столовая, где библиотека, где туалет, где какие аудитории, не сразу. Не говоря же о том, что весь первый семестр, это колоссальный стресс, потому что первокурсник живет в ожидании неумолимого приближения вот этой первой сессии. Это событие очень серьезное и действительно стрессовое. Студенты говорят так, до сдачи первой сессии ты еще не студент. Это первое боевое крещение. Ты еще не студент. Вот сдашь, тогда посмотрим вообще. И у всех есть ощущение, вылечу, не удержусь, вынесут с экзамена, как они выражаются. Но это так и бывает чаще всего на первых сессиях? Это бывает не так часто и не так страшно, как им это видится и представляется. Я бы сказала, что вот эти страхи, напряжение, тревога, эмоциональные колебания, вплоть вообще говоря до депрессии, испытывают по современным исследованиям чуть ли не 60% первокурсников. Это такая очень приличная цифра. Исследования, проведенные в Московском государственном университете имени Ломоносова, показали, что здоровье студентов находится в прямой зависимости от структуры образовательного процесса. По данным Всемирной организации здравоохранения, студенты лидируют в своей возрастной группе по количеству больных гипертонии, тахикардии, диабетом, страдают нервно-психологическими нарушениями. С другой стороны, именно в студенческом возрасте достигают максимального развития не только физические, но и высшие психические функции, восприятие и внимание, память и мышление, эмоции и чувства. И это нормальное явление, вот такого стрессового состояния? В общем-то да, потому что, смотрите, какая штука, первый год в институте, вот первый семестр особенно, вот до первой сессии, мы будем говорить, да, пусть первой сессии они уже немножко летают с соколами и орлами, им уже значительно легче. Но до первой сессии это ситуация, которая, ну, совершенно, на мой взгляд, тождественна по перегрузкам ситуации первоклассника. Да, там из сада в школу, тот из школы в совершенно новую систему в УЗ. То есть первоклассник и первокурсник испытывают одинаковые ситуации. Но вокруг первоклассника вьются мамы, папы, бабушки, учителя поначалу заменяют им маму, недаром говорят, вот первая учительница, она как мама, да, в школе. То есть вот есть эта некоторая такая вот трепетная опека, да, с первоклассником ситуация другая. Ведь, понимаете, у многих родителей подсознательно есть такое ощущение, вот они растят ребенка и как бы есть такое желание поставить его на ноги, вот живет это в нас где-то, да, так вот как только он поступит в УЗ, многие родители говорят, фух, поставил. Вздыхают свободно, ребенок пристроен. Да, поставил, да, ребенок взрослый, поставлен на ноги. Вот грань поступления в УЗ, она вот для родителей, вот эта грань, ребенок поставлен на ноги. И значит, можно немножечко отдохнуть, вздохнуть спокойно, снизить как бы давление, пресс, контроль. И я не могу сказать, что это неправильно. Во многих случаях это действительно правильно. Но настолько отличаются вот эти статусы школьника и студента, что о специфике этих перегрузок, безусловно, надо говорить особым образом. Надо знать об этом и родителям, и студентам, и вузовским преподавателям. Вот о специфике того, чем эти статусы отличаются. Действительно, вопрос очень важен. А вы знаете, вот когда я готовилась к передаче, читала разные материалы, я поняла, что история этого вопроса, может быть, не столь давняя. И вообще как-то хронология истории этого вопроса практически не ведется. И мне стало ясно одно, что с этим пытается справиться каждый вуз в отдельности. Поэтому в одних вузах этим занимаются, этой проблемой, а в других не занимаются. Как вы считаете, насколько это верно? И что нужно делать с этой ситуацией? Я думаю, что, скажем, научные исследования того, как происходит, что происходит со студентами, наверное, они ведутся. Я уверена, что они ведутся. Что касается практической работы с первокурсником, то очень немногие вузы озабочены тем, что надо что-то специально с этим делать. Очень немногие. Вот я могу там по единицам, да, то есть перечислить их. Я не буду это делать, но как бы я знаю, что совсем немногие этим озабочены. И, безусловно, студент-первокурсник гораздо счастливее, гораздо адаптированнее, гораздо здоровее там, где на это обращают особое внимание. Итак, в чем же кроется различие между школьником, вот недавним школьником и уже, так сказать, студентом? Где проходит вот эта тонкая грань, когда вроде человек еще находится в том же возрасте, ему те же 18 лет, но вот эта ступенька, которую он перешагнул из школы в вуз, вот этот порог, как она меняет студента. И прежде чем вы нам дадите профессиональные советы на эту тему, мы бы хотели обратиться к нашим респондентам с вопросом, как они считают, каково главное отличие для них было или является отличие между тем временем, когда они были школьником, и временем, когда они стали студентом, первокурсником. Что изменилось в вашей жизни, когда вы стали студентом? Переехал в другой город, то есть сюда. Самая большая трудность для вас, как для студента первого курса? Наверное, как и у всех, пересдача тестов. Не надо. Все изменилось, лучше все стало. Супер. Самая большая трудность для вас, как для студента первого курса? Пересдача тестов. Что изменилось в вашей жизни, когда вы стали студентом? Познакомился с новыми людьми, началась новая жизнь. Самая большая трудность для вас, как для студента первого курса? Если про СГА, тогда тесты сдавать. Что изменилось в вашей жизни, когда вы стали студент? Появилось много друзей новых, как-то лучше, по-моему. Самая большая трудность для вас, как для студента первого курса? Привыкнуть к новой жизни, к такой тоже, к предметам. Итак, в чем же разница между недавним школьником и теперешним студентом-первокурсником? Я бы сказала, знаете, есть такое модное слово позиционирование, да, то есть как человек себя являет миром. Вот школьник и студент, это позиционирование на самом деле ребенок и взрослый. Это очень серьезная грань. Во-первых, с ним уже все на «вы». Вузыские преподаватели на «ты» не обратятся. Он уже чувствует себя на это «вы». Когда ребят спрашиваешь о том, что же изменилось в их психологическом состоянии, обычно называют там два-три слова, и среди этих слов звучат слова «самостоятельность», «свобода» и «самоуважение». Самостоятельность, в чем она, собственно? Что здесь появилось? Каковы ее новые какие-то такие качества? Самоорганизация. Ведь нет этого заботливого, настойчивого, такого опекающего школьного учителя, который проследит за домашним заданием, напишет в дневник, если что-то не выучено, поставит двойку, в конце концов вызовет маму. Да и родители тоже уже не так следуют. Родители отсутствуют в этом учебном процессе в вузовском. Хотя в школьном они, как правило, в благополучных семьях присутствовали очень плотно. Тут они просто начисто отсутствуют. Невозможно проконтролировать ребенка по дневнику, как он там в вузе учится. Никуда ты не побежишь ни на какие собрания. То есть вот как бы контроль, который раньше был вовне, это очень важная штука, переходит внутрь. То есть и что чувствует при этом новоявленный студент? Колоссальную ответственность и колоссальную тревогу. То есть он знает, что сам он теперь ответил за свои поступки? Да, он привык к тому, что контролирует извне. И вдруг все это внутри. Ты должен все это делать сам. То есть вот такая самоорганизация и перемещение контроля извне вовнутрь, это вот эти аспекты того, что они называют самостоятельностью. Самостоятельное планирование времени. Тебе уже не составят план, режим школьника на день. Нет, ты сам планируешь свой день, свою неделю, месяц, семестр. Ты сам выбираешь, что тебе посещать, а на что, как говорят ребята, забить, есть такой модный термин. Когда идти в библиотеку, а когда и сколько поспать. И родители доверяют, они понимают, что они уже не очень компетентны. Спит так не будем трогать. Раньше бы подняли, бы пинком и послали в школу, а тут мы его лучше не будем трогать, ему надо поспать. То есть они как бы начинают больше доверять. ВУЗ это, конечно, более высокие риски. Ну что там, и школы, в общем, скорее всего, не выгонят, если ты уж что-то экстраординарное не совершишь. А тут вылететь-то, в общем, несложно. Риск высокий. Вот как бы такая ситуация. Я уж не говорю о том, что до первой сессии это еще и некий кризис самоопределения и самооценки. Ведь вузовские учителя гораздо более эмоционально нейтральны. И первокурсник совершенно не знает, на что ему ориентироваться. Вот каково мерило его усилий, его трудов, того, что он прочел столько книг. Ведь вузовский учитель не скажет, ах, молодец, как я за тебя рад. Или что-то ты маху сегодня дал, да? Нет, а почему бы нет, собственно говоря? Очень редко это бывает. Вот эмоциональная, скажем так, открытость вузовского преподавателя школьного. Ну, потому что, мне кажется, вузе есть некоторая дистанция. Она гораздо больше, чем в школе. Конечно, это дистанция взрослых людей, а не дистанция учительницы и ребенка. Это разные дистанции. Это дистанция двух взрослых людей, обращаясь друг к другу на «вы». То есть совершенно разные вещи. И это тоже стрессовая ситуация. Страшная неопределенность. Вот ты трудишься, ты читаешь, а с чем я приду на сессию, и как меня там оценят. Первая сессия является мерилом того, а чего ты стоишь, а насколько продуктивны были твои усилия. И поэтому тревожность, ситуация неопределенности, они нарастают беспредельно вот к этому моменту. Ну, конечно, можно проявить себя на семинарах, что иногда студенты это не делают. Одни делают другие. Да, одни делают. Причем делают они это очень часто именно для того, чтобы снизить эту вот неопределенность и тревожность. Понять, от чего вообще я. Ну, и это не всегда ее так уж на эти разводят хорошо, эту пелену неопределенности. Второй момент очень важный. Ведь, смотрите, в школе была репутация. Какая-никакая была, у каждого ученика своя. Ученик знал, что ждать от всех этих учителей, он их знал как облупленных. То же самое знали учители о нем. Ожидания были уже взаимно сформированы, упрочены, репутация существовала. Тут жизнь с белого листа. Вот он пришел, репутации никакой. Все заново надо создавать. Никто о нем ничего не знает. И он об этих таинственных личностях преподавателях ничего не знает, чего от них ждать. Заново строить репутацию, которая потом будет работать на себе, на тебе. Это каждый студент прекрасно знает. Правда, они формулируют это в терминах зачетка, да, что такое репутация, зачетка. Два года ты работаешь на зачетку, дальше зачетка работает на тебе. Но это речь идет о репутации. Выстраивать иерархию отношений. В школе она была выстроена, с ней все было понятно. И место в этой иерархии было понятно и прочно занято. Была ниша. Здесь не ниши, не иерархии. Все проблемы отношений надо решать самому. Возникнет конфликт с преподавателем, не побежит мама решать этот конфликт. Возник конфликт в группе с ребятами, старший брат шею обидчику не намылит. То есть за это ты тоже несешь теперь ответственность полностью сам. Я уж не говорю о том, что у многих ребят, которые посылают в престижные вузы, в те вузы, которые у нас у всех на слуху, у них есть еще и очень серьезная тревога, насколько они адекватны всем тем, среди кого они оказались. То есть, не глупее ли я других? Иногда даже, знаете, и семьи сравнивают, и положение, и статус. Да, не глупее ли, социально не слабее. Хороший ли тыл? То есть вот еще и такая тревога существует у ребят. Тревог масса. Наталья, а вот скажите по поводу организации учебного процесса в вузе. Он же тоже резко отличается от школьного. Это как-то влияет? Наверняка как-то влияет. Вы знаете, он, безусловно, отличается, и мы с вами говорили о самостоятельности, самоорганизации, меньше эмоциональности, вот этого всего. Безусловно, вот это... Я имею в виду нагрузку, вот учебная нагрузка в вузе. Нагрузка меняется, да и требования меняются, ведь требования... В вузе ты должен быть более, что называется, креативным, более гибким. Там меньше требований, может быть, даже к зубрежке, к выучиванию, хотя тоже они есть, особенно в языковых вузах, скажем, да, но тут требуется немножечко другое, да, самостоятельный поиск, творчество. Да, творчество, да, что-то другое немножко требуется. Я уж не говорю о том, что преподаватели совсем другие. Стиль преподавания, стиль взаимоотношений с преподавателем вузовским, это не стиль взаимоотношений со школьным преподавателем. Но дело в том, что далеко не сразу первоокурсник понимает, что перед ним люди, преподаватели люди. У них свои слабости, свои закидоны, свои странности, в конце концов, да, и это страшно удивительно, потому что это как бы боги, и вдруг на тебя. Оказывается, один совершенно не выносит, когда кто-то потлатый к нему подходит, другой не выносит запах табака, третий требует, чтобы ни в коем случае не опаздывали, а четвертым на это совершенно наплевать, он что-то другое не выносит, да. То есть надо уметь каждому подстроиться, да? Да, подстроиться. Есть такой термин в психологии ухаживать за отношениями. Вот, буквально надо учить первокурсника ухаживать за отношениями с преподавателем. Да, преподаватель фигура сложная и небезопасная. Да, тебе с ним общаться на протяжении 5 лет. Конечно, конечно. И от него зависит от оценки за четки. Его надо не провоцировать, не раздражать по пустякам, вообще говоря, наблюдать, понимать, кое-что прощать. Потому что он профессионал, он тебя учит. И в наших вузах, в отличие, скажем, от западных, все-таки это вертикаль, она сохраняется, нет горизонтали с преподавателем, это вертикаль. Итак, студенческая жизнь, жизнь абсолютно другая, да? Да, безусловно. Вот этим она и сложна. То есть каковы ее особенности? Мы обратились с этим вопросом по поводу первых трудностей к нашим прохожим. То есть что изменилось и к студентам, что изменилось в их жизни, когда они стали студентом-первокурсником? И самая большая трудность в период студенчества для них. В чем для вас разница между тем временем, когда вы были школьником и сейчас, когда вы стали студентом? Сейчас разбираюсь, в чем разница в процессе. Наверное, да, нестабильное расписание и ездить дальше. А так ничего. Практически ни в чем. Тоже живу, радуюсь жизнью. Все то же самое. В чем для вас разница между тем временем, когда вы были школьником и сейчас, когда вы стали студентом? Ой, даже не знаю. Стала, наверное, более взрослее. Итак, Наталья, как Вы считаете, как профессионал, с какими основными трудностями, прежде всего, сталкиваются студенты, помимо тех, что Вы обозначили уже сегодня, о чем мы уже говорили? Вот, допустим, проблема очень интересная, таких хорошистов, плохишей и отличников. Я знаю, что отличники, студенты, студенческие годы сталкиваются тоже с немалыми проблемами, несмотря на то, что они очень успешно были в школе. Я бы сказала, что отличники и медалисты школьные, они всегда на первом курсе, на мой взгляд, просто в группе риска находятся. Вообще, по жизни, отличник тревожнее всегда того, что дети называют пофигистом, да? Он по определению тревожнее. Почему? Казалось бы, такой хороший дисциплинированный ученик. Ведь совсем недавно в прессе промелькнула масса статей о самоубийствах среди отличников, особенно в старших классах, когда стресс поступления в ВУЗ. На них все надеются, на них все уповают, они не могут давать промахов и проколов. У них нет права на ошибку, простой отличник. Это колоссальная нагрузка, дети с ней не справляются. Что происходит в ВУЗе с отличниками? Планка высока, уровень притязания высок, амбиции большие. Они с этим пришли в ВУЗ. Им ужасно хочется быть отличниками и здесь. Я провожу на эту тему, на даже специальные занятия, а надо ли быть отличником в ВУЗе? Какова цена? Хорошо ли вообще быть отличником? Какой ценой вы за это платите? Как вы за это расплачиваетесь? Потому что, да, он хочет быть отличником, но совершенно изменилась учебная ситуация. Вот мы уже об этом говорили. Совершенно изменились требования, нагрузки. И вообще существует много еще очень интересного. Нужно быть гибким, нужно заводить друзей, нужно, как я уже говорила, ухаживать за отношениями с преподавателем, нужно выстраивать свои иерархии, ценности, отношения. А тут как бы мысль одна, оценка, как бы сдать сессию на отлично, как бы лучше всех быть на семинаре. А отличник за это расплачивается иногда очень сурово. И я всегда говорю, что если вы чувствуете, что при том, что вы хотите быть отличником, у вас нарушается сон, нарушается аппетит, вам некогда дружить, вам некогда просто потрепаться по телефону вечером с кем-нибудь. Некогда жить. Некогда заняться тем, чем вы любите заниматься. Вы любите животных, вы любите плавать, еще что-то. И вдруг оказывается, что ничего, от всего этого надо отказаться. Вот не нужен такой отличник. Бледный, зеленый, одинокий, без друзей, больной. Как это потом, как такие люди себя впоследствии реализуют в жизни? Насколько успешно? Вы знаете, если он зеленый, бледный и несчастный дотянул до красного диплома, ну, красный диплом хорошая штука, вообще говоря. Да, ну, не стоит она того. Не так сильно она в жизни нашей как бы выстреливает, как то, что ты потерял здоровье, например, на этом деле. Или остался одиноким. Не научился строить отношения, не научился дружить. В ВУЗе дружить, не в школе, да? У ребенка или у школьника получается без всяких напряжений хорошо, отлично учиться, да? В ВУЗе это бывает нечасто, конечно. Потому что стратегии-то школьные не работают. У него есть наработанные школьные стратегии, но они в ВУЗе не работают, нужны другие. А вот проблемы общежития, проблемы или вопросы, да, проблемы не очень, хорошее слово, вопросы выстраивания отношений, личных отношений ВУЗе. Ведь студенческая пора, она еще, она ведь и хороша тем, что именно в это время завязываются какие-то личные... Да, это друзья на всю жизнь. Друзья на всю жизнь. Лично, какие-то романы первые, первая любовь интересная. Я бы сказала так, что главная проблема общежитского первокурсника, на самом деле, это даже не столько отношения, подружен как-нибудь с теми, с кем он в комнате, сколько проблема быта. Они оказываются в ситуации, когда кроме всего прочего, кроме всех прочих проявлений самостоятельности, надо самостоятельно организовать быт, то, к чему они совершенно не привыкли. Я всегда умоляю их, когда нет на первые каникулы, сказать маме, чтобы она дала им три рецепта супа хотя бы, потому что общепит осточертевает страшно просто, уже в первый же семестр, какой бы он ни был. Влияет на здоровье. Да, ужасно важно тут, кроме всех прочих вещей психологических, научить его делать суп. Три штуки супа, ради бога, там и одно второе. И как жарить яичницу. Да, например. Ужасно важно понять, а умеет ли он с деньгами вообще обращаться, как он их тратит. Потому что, может быть, он все их тратит сразу, а потом сосет лапу, да, очень долго сидит. Вот в таких вещах очень важно с общежитскими разбираться, кроме всяких психологических тонкостей. Ужасно важно, чтобы он получал подпитку из дома в виде домашних новостей. Чтобы ему слали письма, фотографии любимых кошек, братьев, сестер, дома, сада, дачи, не знаю чего. Но вот эта подпитка в первый год нужна, а потом все меньше и меньше. Но в первый год она жизненно необходима. Мы с вами подходим к проблемам семьи и первокурсника, да? То есть, насколько важны вот эти связи и что меняется в семье, когда у них появляется студент-первокурсник. Послушаем наши ответы на этот вопрос прохожих. То есть, что изменилось конкретно в их семье, когда их ребенок стал первокурсником. Давайте. Скажите, пожалуйста, что изменилось в вашей семье, когда ваш ребенок стал студентом? Ничего. Абсолютно ничего. Что изменилось в вашей семье, когда ваш ребенок стал студентом? Появилась вообще более веселая жизнь у них и более беспокойная у нас. Больше заботная она появилась. Деньги опять. Опять деньги. Все деньги. Ну, я очень рада и очень горжусь им, что он поступил в Оксфорд и учит это. Мы уже сегодня в начале передачи говорили о том, что когда ребенок поступает в первый класс, идет адаптация к первому классу, родители очень достаточно заботливо в большинстве своих случаев относятся к своему ребенку, помогают делать уроки. Зато, когда их ребенок становится первокурсником, и возникает ощущение того, что дело сделано, родители сделали действительно свое великое дело, а это действительно стрессовая ситуация поступить в ВУЗ, ребенок пристроен и успокаиваются, и как бы дают ему право дальше плыть по течению самому. Насколько это правильно? То есть насколько родители все-таки должны, может быть, на какой-то период хотя бы не ослабевать внимание к своему ребенку-первокурснику и как-то его поддерживать? Здесь происходят резкие изменения во внешности. Мальчики начинают отращивать бороду, какие-то хвосты, появляются серги. Такие внешние признаки студенческих вольностей, да, некоторых. Девочки меняют прически, я помню, в дне моей молодости все расставались с длинными волосами и делали стрижки. Здесь все может быть наоборот, но неважно, прически меняются. Начинаются какие-то покрасы волос диковинные, ранее не опробированные еще, да. Появляется взрослая одежда. Если раньше девчонка ходила, скажем, в майках в джинсы, вдруг она начинает искать какие-то длинные юбки, или наоборот суперкороткие юбки. Это значит, что многие студенты начинают курить, например, вот именно студенческие годы. Да, это тоже как бы, есть некоторые у нас маркеры взрослости в нашем обществе, да. В частности, во рту, когда есть сигареты, это маркеры взрослости. И они начинают пробовать и это, да. Они ищут новый образ. На мой взгляд, когда это касается одежды, не надо мешать. Пусть пробуют, пусть ищут. Вы можете сказать там, как мама, что вот что-то мне нравится, что-то здорово, что-то мне не очень понятно. Лучше использовать это слово, чем слово нравится, не нравится, да. Но как бы резко в это, вот есть вещи, в которые не надо резко влезать. Вот в эти не надо, скажем, да. То есть дать позволить, поэкспериментировать со своей внешностью. Это поиски, конечно. Это поиски, соответствующие новому статусу. Не надо мешать. Теперь общение. Мы с вами говорили, это тенейджеры все еще. Это старшие подростки, так они называются, этот возраст. Значит, главная их потребность все еще общения. Это поиски друзей, которые действительно становятся друзьями на всю жизнь, как правило. Это институтские компании. Родители отмечают, что ребенок становится менее домашним. Он отстаивает свое право на собственное отсутствие в доме. Он начинает позже появляться и просит принять это как данность, что теперь я уже не ребенок, я не школьник, я хочу являться не в 10, а в 11 домой, да, скажем. А что еще здесь появляется? Первый сексуальный опыт, как правило. Именно приходится на студенческие годы. И это, на самом деле, достаточно естественно, скажем так. Они влюбляются, как им кажется, на всю жизнь именно в эти годы. Это нормально и естественно. Да, нам родителям более тревожно за девочек в этой ситуации. Да, как-то, когда для мальчика такие пробы там 18-19 лет происходят, нам кажется, это достаточно естественно, нормально, наоборот, мы волнуемся, если этого нет, наверное, да. В любом случае, и с мальчиком, и с девочкой, наверное, самое важное здесь сохранить доверие, чтобы вообще им хотелось делиться какими-то проблемами в этой области. С папой, с мамой, неважно, с братом старшим, с членом семьи, с каким-то членом семьи. В этой сфере и во всем, что как бы следует за этим. Но ужасно важно вот не переступить эту грань, потому что надо не влезать и не топтать сапогами. Вот все это. Потому что вдруг это действительно хорошие светлые чувства, и вдруг это действительно на всю жизнь. Кроме того, право на эти эксперименты, на этот опыт, они тоже в этом возрасте уже как бы имеют. Ничего с этим не поделаешь. Дети из неблагополучных семей получают этот опыт гораздо раньше. А из благополучных, это студенческое время, это время этих, и этих тоже проб. И девизом родителей, здесь, наверное, может стать вот одна такая штука, которая называется помощь и вмешательство нужны тогда, когда о них просят. Обсуждать, но не диктовать, не требовать и не угрожать тем патчем. Не ложиться, как говорят, вот я лягу там поперек двери трупом, и ты не пойдешь, не выйдешь, не сделаешь. Наталья, я знаю, что вот есть такие психологические исследования, по которым от 40% и выше студентов испытывают такие проблемы психологические во время адаптации. В результате диагностики, проведенной в Московском государственном университете Милова-Носова, было выявлено, что 33% студентов имеют низкий уровень усвоения учебного материала, и только 20% из них в состоянии учиться успешно, 46% имеют низкую работоспособность, 34% находятся в состоянии физиологического стресса и плохо переносят нагрузки более трех учебных пар в день, чувство голода и состояние физиологического дискомфорта. 53% студентов не испытывают чувство вины и невосприимчивы к критике в свой адрес, 66% не способны к проявлению тепла, дружелюбия и поддержки. А ведь именно этот период жизни является максимально благоприятным для обучения и профессиональной подготовки. Поэтому, по мнению исследователей, более 40% студентов нуждаются в психологической поддержке и психокоррекции. Что же делать в этой ситуации? Наша передача подходит к концу, и я бы хотела, чтобы вы такой совет, пожелание высказали нашему студенчеству и их родителям. Я думаю, что это будет очень важно для них и ценно. Студенту, на мой взгляд, очень важно овладеть какими-то способами снятия вот этой тревоги и стрессовых состояний. Любыми. Поучиться этому, понять, как бы заглянуть внутрь себя и понять, о чем ты уже владеешь в этой области, и пользоваться этим. Поэтому родителям ужасно важно не терять общего языка. Сохранить доверие, общий язык, способность обсуждать бесконфликтно, без унижения друг друга, обсуждать достаточно острые темы, которые у студента возникают. Спасибо вам огромное. Сегодня мы говорили о психологической адаптации студента в ВУЗе, и у нас в гостях была кандидат психологических наук, психотерапевт и специалист по вопросам студенческой адаптации Наталья Берток. Ну, а мне остается только пожелать вам следующее. Во-первых, от сессии до сессии время пробегает довольно быстро, и вся наша творческая группа, творческая группа нашей передачи желает вам ни пуха, ни пера в сдаче ближайшей сессии. Мы желаем это всем студентам, а особенно студентам первого курса и счастливой студенческой жизни вам. До свидания и до встречи через неделю. Продолжение следует...